Продолжается следствие по факту смерти постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске. Напомню, трагедия произошла накануне. 42-летний пациент в соц. учреждении ночью замерз насмерть прямо на крыльце интерната. Как такое могло произойти? Подробности резонансного случая попытался выяснить Георгий Сергеев. В 30-ти градусный мороз мужчина пролежал на лестнице около 8 часов. За все это время его никто не заметил. Только к 6 утра женщина, пришедшая на работу, подняла тревогу. Но к этому времени он уже погиб. По словам директора, мужчина поехал к своей знакомой, который часто уходил ночевать. В этот день он, как обычно, предупредил персонал. Но что-то изменило его планы, и он вернулся. Перечим может быть много. Он раньше постоянно уходил с ночевкой. И уходил, и на завтрашний день приходил. А вот на этот раз почему-то ветеран вернулся. Может быть, там между ними 40 было, или что, я сказать не могу. Мужчина вернулся 9.22 вечера. Но по регламенту дверь запирают после тихого часа в 11 ночи. Почему постояльц не мог войти? Почему никто не увидел или не услышал его? Остается только догадываться. Он охранник берет по коридору, как я заметил. На втором этаже ходит по комнатам. А жизнь не работает, короче, так я понял. То есть на ход делает? Да, на ход делает, смотрит по коридору. Это вечером было? Вечером было. Что делал в это время охранник? По правилам, он три раза в сутки должен делать обход по зданию. Мы стоим на том самом месте, где произошел инцидент. С этой стороны стоит камера, на котором все фиксировалось. А с этой стороны звонок, который охрана прекрасно слышит. Но неужели обход проходил два часа? Погибший пытался достучаться до полдвенадцатого ночи, но тшетно. Ну, под следствием, это охранник. Следствия, что выяснить, я сказать не могу. Почему он закрыл или не закрыл. К сожалению, по словам руководства интерната, единственная родная тетя отказалась от организации похорон, мотивируя это отсутствием в семье мужчин и попросила заняться этим учреждением. Итоги расследования станут известны в ближайшее время. Сейчас они изучают кадры съемок камер видеонаблюдения и стоит вопрос, где был охранник все это время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!